Доброго утра! Ты спал, да? У нас тучка зашла и дождик капает. Я только развесила белье. Ну пусть уже полощится. Не буду уже даже снимать, потому что мне кажется, надеюсь, что это ненадолго. Что он быстренько уйдет. Так, дедуля разбудила Антошу. Ты не хочешь чай? Ну тогда только обувайся, хорошо? Ты туда хочешь выйти? Только под навес, ладно? Давай завтракать. Антон Сергеевич, у тебя скоро день рождения, да, Санак? Сколько тебе будет лет? Шесть. Правильно. Пошли садиться, завтракать. Антоша попросил творожок со сметаной. Афоня ел просто малину на завтрак. Антошка творог со сметаной, чай. Сержуня кофе сделал, себе не пил. Рано уехал, сегодня у него уже яблоки в саду начинаются. Ну что, давай я пошла вещи готовить, хорошо? А когда у меня варезет? Я не знаю, сейчас я папе позвоню. У тебя за мальчик собрался в садик? А там мама приедет. Мама приедет, сегодня же в садике собрание, да? Скоро будут в садике каникулы. А мама, мама, куда каникулы? Через две недели, конечно. Мама, мама, мама заберет. Ну мама тебя заберет. Мама, что на собрание приедет, да? Да, мама. Григорий тоже проснулся сколько? Даже еще восьми нет, сынок. Семь тридцать пять. А время так быстро летит, вроде в шесть проснулся. Ты проснулся? Ты только что проснулся. А тогда я еще раз проснулся, только я не стал вставать. А, ты уже просыпался? А так долго летит. Ну давай, пей чайок и выходи, хорошо? Так, уже огурчики свои. Сейчас будем с солькой, вот я порезала их вот так, не отсекла. Иди, иди кушай. На. Я сейчас буду готовить обед, суп. Здесь уже картошка вот так вот, с полосочками, вот такими ломчиками порезана. Лук, морковка, чесночок. И здесь бельон. Ой-ой-ой, горячее. Сейчас я его процежу прямо сюда, сразу в кастрюлю. Мясо будем кушать. Вот. Ну что, я готовлю суп уже. Здесь у меня картошка, морковка и лук. Все это я посолила, еще пока не перчила. И теперь все это поварится вместе, а потом будем делать сюда галушки. Все, закрываю и идем вязать. Здесь у меня картошка, морковка, лук уже сварились. Я добавила водички. И здесь уже немного воды у меня, два яйца. Сейчас нужно присолить, добавлять муки. В общем, до такого вот густенького теста. И буду уже формировать галушки, когда там вода в кастрюле закипит. Так, вот такое вот тесто получилось. Сейчас его буду чайной ложечкой отсаживать. Для начала чайную ложку вымакаю в бульон. И теперь по чуть-чуть будем сюда делать галушки. И компот вкуснейший. Да ты что, Серый, я рада. Когда все свежается, освежаемся. Ну, сейчас уже, вот, видишь, закипает, сейчас закипит и все будем обедать. Мы от жары освежаемся. Кто, вы от жары освежаетесь? Ну, да, уже очень жарко, да? Я сейчас в бассейне покупаться. Да, в бассейне нет. Ну, иди в душ. Зайюнечка, ты что, малину дает? Сереж, иди мой ее, и руки ей помой. А то она сейчас здесь... Сейчас, давай вытрем сначала, чтобы... Рыжа, тебе душ... А как душ же? Это не бассейн? Ну что, галушки готовы. Теперь немножечко поженятся. И будем уже обедать. Сейчас как раз 11.30. Время у них есть. Так, у нас уже полвторого. Я сейчас только вышла с душа. Немного феном подсушила голову. Но так будет до высыхать сама. И сейчас пойду полежу чуть-чуть. Позвонила сегодня, кстати, аниматором. Деньской аниматором. По поводу Антошкиного дня рождения. В общем, чтобы были аниматоры на 40 минут. 2.800 это стоит. С мыльными пузырями. В том году мы заказывали этого миньона с Краснодара. Потому что все были у нас заняты аниматоры. Которые я нашла в Генском районе. Он стоил вместе с выездом 3.800. Вот тут 2.800 и 40 минут, а тогда был час. Ну, в общем, сказали, что будет интересно. Тема будет Майнкрафт. Хотя торт Антошка захотел Ниндягу. Но такая вот тема более или менее повзрослее. Которая, ну, не знаю, посмотрим. Я надеюсь, понравится Антону Сергеевичу. Сейчас нужно подумать, какой торт. Ну, что там внутри будет, да. И нужно подумать о меню. Во вторник решили отмечать. Потому что в субботу то одни не могут. То морская тема уже начинается, когда люди на море уезжают. И поэтому решили все-таки день в день. Во вторник. Так что вот так. В общем, ладно, сейчас подумаю, что приготовить. Улица опять туча, ветер. Я не знаю, будет дождь или нет. Там по карте, вроде по Яндексу, что нет. Но неизвестно. Марсик тут спит на погоду. Вот тут горы. Горой зелени. И на полу. И вяжем уже укропчик. Вернее, продолжаем вязать. Уже почти 300 пучков навязали. Тут у нас погода. Дождь. С ветром с таким. Крупные капли пустил. Нам надо разговаривать. Это дождь получил. Ох, и дождь получил. Так, ну что, уже 4.15, а дождь до сих пор идет. Вот. Я же хотела показать, что же я сделала. Мне, кстати, вот орхидейка будет зацветать тоже. Вот выпустила цветонос. А вот такой вот у меня, типа, парничка. Не знаю, здесь у меня три корешка туйки. Здесь два стаканчика. В общем, я внизу оставлю ссылку на видео, где я это все увидела. У Юлии Меняевой. Вот. Здесь у меня, типа, фитиля из марли. Там у нее было из тряпочки. Но у меня из марли. И, в общем, два стаканчика. Все, как она сказала, все так же сделала. Папа, кстати, купил 15 рублей пакетик. Стоит вот новый пакетик. Два пакетика. Папа купил карневин. 15 рублей у нас стоит. В хозяйственных магазинах и в цветочных есть. Все, я теперь красилась. Уже столетно красилась, если честно. Сейчас буду, потому что на собрание. Вот. И сейчас как раз на мое обгоревшее лицо как раз подходит вот этот биби. Вот этот вот. Вот. Какой оттенок. Он такой для загорелой достаточно кожи. Ну, он как бы потом немножко подстраивается. Но все равно лучше, когда загорелое лицо. В общем, все. Сейчас соберусь. Я иду за роднёй. И поедем на собрание в детский садик. Там собрание по поводу ремонта будет. Так что вот так вот. Да, вот этот вот набор кисточек. Кстати, с Алиэкспресс вообще супер-супер. Они настолько мягкие. Вот этот бочоночек так хорошо все растушевывает. В общем, мне они очень нравятся все. И вот это вот не сравнится по мягкости. Очень мягкая с вот этой. Она прям даже кажется мне теперь колючей. Вот так что Алиэкспресс рулит. В общем, супер кисточки. Ну что, всё. Пришла я с собрания. Дождь до сих пор идёт. Тут сижу не окно. Блин, а он-то идиот. Сейчас буду его закрывать. Проветривание. Вот. Хочу показать, как прижилась эта. И, кстати, новый цветочек вот выпустила гербера. Вот. Нижние листочки, конечно, совсем уже плохо перенесли пересадку. А вот новенькие отрастают, по-моему, очень даже хорошенькие. Вот. В общем, гербера чувствует здесь себя прекрасно. Про собрание, кстати, хотелось сказать в садике. Прошло всё прекрасно, без всяких. В том году, я помню, мне даже приходилось там, ну, а-ля выступать. Ну, как бы вот так вот, да. А в этом году нет. Меня всё устроило. И я очень рада. Вот. Так что, вот так вот. Дождь лупит до сих пор, боже. На орхидейке уже три цветочка. Обалдеть. Я их так люблю, эти орхидеи. Купили мы, заехали в магазин печеньки, пряники с начинкой маленькие. И вот такие творожные прянички. Тоже очень вкусные. Всё такое мягкое. Пришлось купить вот такое молоко, потому что взяли мы домашнее. Оно уже поздно взяли. В общем, оно уже было прокисшее. Будем пить кисляк. А вот это вот обычно в пакетах не было. Взяли в петропаке. Вот это у нас 2,5%, 77 рублей. Я сейчас буду кушать. Это оголушки. Сижу, я почему-то полюбил. Кровянку, поэтому купили. Купил кровянку сам. Чипсы. Григорий заработал. Это как зайчик. Ага. Сам где купил. Ну, в общем, дал деньги, я ему купила. Так, ну что, у меня садится батарейка. Может, сейчас выключится фотоаппарат. Быстренько расскажу, что я сейчас сделала. Написала, в общем, список того, что я буду готовить в фоне на день рождения. Решила прям подготовиться заранее, потому что, чтобы пораньше все купить. Написала список гостей. Меню, начиная с торта. То есть написала, что нужно для торта. Какой крем хочу. Что горячее будет. У меня здесь молодая картошка. Курица в духовке. Шашлычки свиные на шпажках. И пченочные торты. Ну, это как бы я такие мясные. Так написала горячие. Ну, в общем, я понимаю то, что я здесь пишу салаты. У меня будет говядина с огурцами, со свежими. Начала в интернете. Не знаю, хочу попробовать. Рагу. Это всякие разные овощи. Вот как я готовила недавно. С морепродуктами салат. Цветную капусту хочу. И грибы в духовке. Из закусок. Ну, это вот, в общем, такое написала. Фрукты, конфеты, пряники, помидоры, огурцы. Хочу попробовать еще замолосолить. Переписала еще вот такой вот интересный сметанный крем, который готовится вот все ингредиенты, кроме сливочного масла на водяной бане до загустения. И потом 120 грамм сливочного масла взбивать. И в него вводить именно горячий вот этот крем. Потому что он будет с комочками. А когда взбивать, то типа комочки там раз творяются. В общем, вот так вот. И весь список продуктов. По списку того, что хочу приготовить. Список продуктов. У меня вот в таком вот приложении. Сейчас покажу. Вот такая вот корзинка. Ага, она как раз и свечивает. Такая вот зелененькая корзинка. Если честно, так и называется. Список продуктов. Вот она, зелененькая корзинка. И здесь на разные даты вот есть. Мам, можно печенье? И здесь все написано. И очень легко. Вот так вот бах. И его нету, растительного масла. И оно вот здесь уже. Но я его опять сюда. В общем, просто на галочки нажимаешь. Прямо в магазине. Если что-то покупаешь. И все отлично. Все вычеркивается. В общем, мне нравится это приложение. Мам, а можно печенье? Ну, как ты думаешь, можно печенье? Ага. Только садись за стол, хорошо? А, мама, ты покажу, как я научила все. Помить. Помить, да? Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова